Как подготовиться к съемкам, видеоуроков и проведению вебинаров в видеостудии Доска? Это целая система. Чтобы быстрее и дешевле записать видеоконтент, нужно хорошо подготовиться. 50% зависит от подготовки, еще 30% от самой съемки и еще 20% от самого монтажа. Когда вы готовите презентацию, вы должны делать ее максимально крупной. Давайте посмотрим пример хорошей презентации. Вот обратите внимание, что у презентации, презентация тоже на черном фоне, и я просто листаю ее, это самый продвинутый способ, самый простой. То есть все, что я сейчас как бы делаю на iPad, то есть я сделаю это в обычном PowerPoint и листаю, презентацию. Это такие переходы. То есть вся анимация сохраняется без кликера, без всего. Я могу выключать эту презентацию вот такой кнопкой. То есть у вас, вы можете включать и выключать презентацию. Ну вот, например, другой пример презентации, когда у презентации уже вырезан фон и обратите внимание, как она сделана. То есть фон уже вырезан, то есть и тут был полностью черный фон, мы его как бы вырезали. И опять же, я его могу выключать, включать. И я кликером листаю презентацию. Обратите внимание, что шрифт все равно мелкий. То есть лучше делать более крупный шрифт и не делать вот такой логотип. Почему не делать логотип? Потому что его лучше на постмонтаже вставлять. Итак, идеально для нас, когда вы делаете презентацию в PowerPoint, если вы делаете, например, в K-Note и хотите кликером ее управлять, то вам нужно будет ее, мы ее будем вставлять через PDF и вырезать у нее как бы фон. Можно будет на нем что-то показывать. Ну вот я и отключил. Давайте посмотрим, как ее готовить и посмотрим плохие и хорошие примеры презентации. Вот, например, у нас обычная презентация. Без анимации, без картинок, без всего. Она будет очень некрасиво смотреться. Другой вариант презентации, который мы сейчас с вами рассмотрели, обратите внимание, здесь уже оставлено место, чтобы спикер стоял справа. То есть мы презентацию автоматически добавляем в кадр, да, и если посмотреть ту же самую презентацию, то она будет выглядеть вот так у нас. Вот. Здесь убрали 40% и оставили. Это если мы делаем в формате 9 на 16. Если мы делаем в формате 9 на 16, то нам нужно оставлять здесь место. Если мы делаем в формате 3 на 4, вот как в iPad, например, то можно не делать. Ну то, опять же, здесь я мог вырезать фон, я его не стал вырезать. И я просто ее листаю. То есть это формат 3 на 4, здесь место можно не оставлять. Еще раз хочу сказать, что вот этот логотип, лучше его вставить на постмонтаже. Почему? Потому что иногда или даже часто требуется немножко вот так вот уменьшить презентацию. Логотип, он уже будет вот здесь мешать. То есть его лучше на постмонтаже, это на монтаже легко делать, окно и кнопочка его вставить. Ну и вот тут анимации нету, то есть идеально, чтобы у вас был заголовок. Следующий, ну вот этот слайд скопировать там 10 раз, и чтобы у вас появляется заголовок, потом подзаголовок, потом дальше, 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 то есть вы листаете это все кликером, листаете, а не одним общим слайдом рассказать. Так будет больше анимации, больше интерактива. Ну и давайте посмотрим идеальный вариант презентации. Вот обратите внимание, формат у нас 3 на 4, и у нас крупный шрифт и читаемые заголовки. Итак, 3 основных правила при подготовке презентации к съемкам в видеостудии доска, в системе видеодоска. Первое, если вы делаете, например, в Keynote, то вы сохраняете PDF, то есть вы понимаете, что у вас презентация не будет анимированная, потому что анимация пропадает из PowerPoint. Если вы делаете анимацию в PowerPoint, то можно ее вывести на планшет и управлять уже планшетом, а не кликером. И третий очень важный элемент — это фон. Фон, если вы на черном фоне снимаете, то лучше сделать черный фон, потому что рисование на черном фоне очень красиво выглядит. и еще может разными цветами светиться. Если вы делаете на, например, белом фоне или, например, на вот синем фоне, то нужно подразумевать, то тоже вы будете его вырезать или делать немножко прозрачно. Давайте еще раз посмотрим, что это. Видите, у меня... Я фон не стал вырезать, но я могу рукой, например, если был белый фон, я могу рукой здесь что-то показывать. Давайте долистаем. И вот я показываю. Вот стоит спикер возле доски и смотрит в мониторы, что-то рисует и показывает. Вот это зона управления. Вот здесь, на этом самом месте я сейчас стою. Самое важное — это крупный шрифт. Крупный. В презентации. Когда я рисую на доске, можно писать помельче. Еще важная — подготовка к съемкам. Идеальный кадр — это когда вы показываете несколько слайдов, а потом рисуете. Нажимаете стоп кадр и можете показывать. И еще один способ вывода презентации. Когда мы уменьшаем спикера, и презентация у нас сделана на черном фоне, и мы также листаем, и что-то на ней можем показывать и рассказывать. Это очень удобно, когда спикер не хочет быть на крупном плане. То есть мы спикера чуть уменьшаем и акцент делаем на презентации. Ну, а рисование потом можно сделать другим дублем. Итак, делайте презентации с крупным шрифтом и на одном слайде должен быть один заголовок и одна картинка. Если вы сохраняете в PDF, то анимация из PowerPoint исчезнет. И делайте на фоне, подразумевая, что фон будет вырезан, и вы сможете прямо на презентации что-то показать. И последняя новинка в нашей видеостудии — это то, что скринкаст и картинку можно выводить с iPad. Например, вы показываете презентацию, и потом вы решили показать что-нибудь другое. Например, вот. То есть можно просто картинки открыть, можно открыть сайт и показать прямо что-то на сайте. Вот. То есть на этой картинке я показываю, просто открываю браузер и показываю на сайте таблицу. Готовьтесь к съемкам. Желаю успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!